Водоснабжение и техобслуживание лифта станут дешевле. Президент Беларуси утвердил тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги. Детально пересмотреть их стоимости и представить подробную калькуляцию глава государства поручил после январского подорожания коммуналки. Александр Лукашенко потребовал указывать в жировках реальную стоимость услуг, а все коммунальные платежи должны быть прозрачными и понятными для населения. Указ по новой тарифной политике будет подписан уже в ближайшее время. Екатерина Желянина знает подробности. Тарифы на услуги ЖКХ отныне в одном документе, а жировки обновят свой вид. Прозрачная система начисления. С помощью простейших математических действий теперь каждый сможет просчитать, сколько и за что платит. Но в эквитанции на оплату мы получим уже по итогам февраля. Правда, коммунальщики предупреждают, из-за перерасчетов жировки в это месяце запоздают. Но время на оплату продлят до начала следующего месяца, без начисления пении. Пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ президент поручил в конце февраля. Рабочая группа тщательно изучала, просчитывала и даже инициировала уголовные дела. Их более полутора десятка. Чтобы к весне положить на стол главы государства реальные тарифы, специалисты с секундомером и калькулятором в руках прошли всю ценообразующую цепочку. Буквально от скважины и до квартиры потребителя. Сегодня о результатах доложили главе государства. Да, резервы для понижения ценника есть. Но главное требование установить тарифы на объективном уровне. А в жировке каждая графа должна быть проста и понятна. Самое главное для нас было не понизить тарифы, как это везде в средствах массовой информации сейчас подается. Вот президент там накрутил, навертел всем, сейчас будем понижать тарифы. Да, где надо мы понизим и понизили тарифы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы выработать тарифы объективные, тарифы, которые будет знать все население и утвердить их у президента. Тогда человек, открыв свою жировку, посмотрит водоснабжение. Один кубический метр стоит столько-столько. Он посмотрит, у него на счетчике или в жировке написано столько-то кубов. Цена одного куба вот такая. Как на счетчике по электроэнергии. Посмотрел на счетчик, умножил на цену, получил результат. Так и здесь все должно быть. А не так. Человеку приносят эту ведомость жировку, как в народе ее называют. Он посмотрел, какая там цена. Да и там эта жировка черт ноги сломает, не каждый экономист разберется. То есть надо сделать так, чтобы люди видели цену услуги, объем у них есть. Если хотят точно, значит должны стоять счетчики на воду, на газ, на тепло. Все счетчики сейчас есть. Нет счетчиков, другая методика. Но цена этой услуги, тариф должен быть реальным. Как говорят специалисты, на местах разобраться с порядком цифр в январе помешала слишком сложная схема расчетов. Ее упростят. Для того и собрали все тарифы в один документ. Теперь с их помощью каждый может легко узнать, сколько он должен заплатить за водоснабжение, водоотведение, техническое обслуживание домов, электроэнергию, газ и так далее. При этом уже с февраля сумма вжировков несколько уменьшится. Специалисты нашли резервы для экономии по трем позициям. Водоснабжение по сравнению с январем подешевеет на 41,5%. В составе 2790 рублей за кубический метр. В январе цена была более 4700. На 55% снизили стоимость водоотведения. 1860 рублей против 4150. И, наконец, техническое обслуживание лифта. На каждого человека почти 7000 рублей. Это на 30% дешевле, чем в январе. Эти тарифы будут действовать весь оставшийся год. В сегодняшний момент, вот эти тарифы, которые утверждаются сегодня, они имеют уровень возмещения затрат не более 40,4% от реальной стоимости услуг. При этом поставлена задача перед организациями, как системой Министерства жилищно-коммунального хозяйства, так и перед организациями системы Министерства энергетики, о безусловном снижении затрат и обеспечить уровень, поднятие уровня возмещения затрат до конца этого года до 50%. Не менее 50%. Не за счет повышения тарифов, а за счет снижения издержек непроизводительных затрат самих организаций. Резервы для снижения себестоимости действительно есть. Поэтому, когда процент возмещения потребителями доведут до 50% на суммах в жировках, это не отразится. Мы же говорим, что когда-то население будет платить 100% за услугу. Только не надо людям говорить, что это будет в 2018 году. Я такого не говорил. Это может быть и в 2020, и в 2025. Это будет зависеть от того, как люди будут жить. Хорошо, мы планируем где-то в 2018 году. Дай бог, чтобы получилось. Но у людей должны быть деньги, чтобы заплатить за подобные услуги вот по таким ценам, которые мы установим. Поэтому будет это в 2018, дай бог, в 2020 или в 2025, это еще вопрос. Давайте доживем до этого. Пока мы вот сегодня должны установить цену на услуги, объем услуг понятен. Пусть население рассчитывают сами, умножают и так далее. Потом я хотел бы сегодня услышать, как выполнено мое поручение по наказанию тех, кто занимался приписками, кто химичил на этом, кто обижал людей и кто воровал деньги из бюджета таким образом. Я вам поручал возбудить уголовные дела и наказать. В стране неприкасаемых нет. Каждый должен отвечать за свое. По аналогичной схеме пересчитают затраты энергетики. Снижение себестоимости, четкость, прозрачность. На выходе конкретные реальные цифры. Дорого, тешево, это вопрос такой, знаете, философский. Но люди должны видеть реально эту цену, утвержденную президентом. И я просто еще раз хочу публично предупредить тех специалистов, которые считали. Не дай бог, мужики, не дай бог. Но вы там невнимательно к этому моему поручению отнеслись. И потом выявится, что вы нереально предложили мне цены на утверждение. Вот тогда уже прощения не будет. Ну и впереди нам надо еще энергетику посмотреть. Потому что министр мое поручение не выполнил. Он быстро сел в кресло и стал обычным ведомственным чиновником. Ну это мы с ним разберемся в ходе рассмотрения цены услуг по энергетике. По газу там проще посчитать. По энергетике мы разберемся. Слишком уж шикарные энергетики себя ведут в стране, живут. А все это идет с затраты. А потом ложится на промышленность и на людей. Но это впереди вопрос. Коммунальщики пересчитают жировки не только за последний месяц, но и за январь. Все изменения в индивидуальном порядке. В зависимости от метража, числа прописанных на жилплощаде, объемов потребления. И еще одно новшество в пользу справедливой оплаты услуг ЖКХ. Ответственность за намеренное искажение данных ужесточат. Речь о так называемых магнитах, которые позволяют понизить показатели счетчиков. На сегодня существуют, к сожалению, такие методы притормаживания работы индивидуальных приборов, учета водоснабжения. Так называемые магниты, которые получают сейчас такую широкую распространенность, как и через сеть интернет, значит, магазинов, так и на каких-то подпольных рынках. Поэтому поручено ужесточить ответственность тех граждан, которые будут уличены в том, что они скрывают реальные показания приборов учета. Кроме того, правительство продолжает работу еще над одним документом. Речь о жилищных субсидиях. Тем, у кого коммунальные платежи превышают определенный процент от семейного дохода, планируют возмещать сумму этого превышения. Предполагаемый порог для городских жителей 20%, для сельчан 15%. Екатерина Желянина, Алексей Юнош, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.